День особого поминовения усопших 3 июня по новому стилю или 21 мая по старому И сегодня в календаре мы видим, что особо прославляется Владимирская икона Божией Матери Этот праздник установлен в память о спасении Москвы от нашествия крымского хана Махмед Гирея в 1521 году Однако в связи с тем, что в этом году Троицкая родительская суббота выпала на сегодня В богослужебном плане торжества в честь Владимирского образа были перенесены на прошедший четверг, 19 мая Это также касается упоминаемых сегодня святых равноапостольных царя Константина Великого И матери его, святой царицы Елены, живших в III-IV веках А также мы творим память Благоверных князей XII века Константина, Ярослава Святославича и Чадьева Михаила и Феодора Муромских чудотворцев Преподобного Кассиана Грека Угличского чудотворца XV века Празднуется обретение мощей блаженного Андрея Симбирского Огородникова в 1998 году Прославляются соборы Карельских, Симбирских и Уфимских святых И иконы Божьей Матери Тупичевская, Ростовская, Владимирская, Зооникиевская, Владимирская, Ростовская, Сырковская, Владимирская, Красногорская, Черногорская, Флорищевская, Владимирская, Аранская и Умиление, Псково-Печерская Именинников мы поздравляем с Днем Ангела Братья и сестры, сегодня мы с вами познакомимся с преподобным Кассианом Греком Угличским чудотворцем В миру он носил имя Константин, был потомком греческих князей Мангубских Константин получил значительное по своему времени образование В Москву из Константинополя он прибыл в 1478 году в составе посольства Сопровождавшего царевну Софию, невесту великого князя Московского Иоанна III Васильевича Которая приходилась племянницей греческим царям Иоанну и Константину Палеологам Он изъявил желание остаться в России Великий князь предлагал ему города и области в прокормление и земли в обдержание Но он смиренно отказался от этого, ибо суета придворной жизни тяготило его сердце Искавшее уединение и иноческого служения Богу С разрешения великого князя Иоанна III он отправился в Ростов Великий Где первое время находился при архиепископе Иоасафе Аболенском Когда же архиепископ решил оставить свою кафедру и поселиться в Ферапонтовом Белозерском монастыре В котором принял ранее монашеский постриг То князь Константин с радостью последовал за ним Здесь греческий князь получил возможность для молитвенного уединения Жизни в богомыслии и чтении священного писания Монашество он принял после чудесного ночного видения В котором бывший игумен обители повелевал ему постричься И вскоре князь Константин был удостоен иноческого образа с наречением имени Кассиан Случилось ему однажды с некоторыми из братьев Выйти из обители и плыть по Волге к городу Угличу Не доходя до него пятнадцать верст, полюбилось ему живописное место на берегу Волги Неподалеку от впадения в нее речки Учмы Там водрузил он крест и поставил себе хижину Слава о преподобном широко распространилась И начали мнозе люди приходите благословения ради И видите пустонолюбное жительство и беседуйте с ним Святой Кассиан, всех принимая с любовью, наставлял на путь спасения тихими словесы С разрешения князя Андрея он основал здесь иноческую обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы Вместе с несколькими монахами, пришедшими с ним из Ферапонтового монастыря Он построил в этом месте Успенский храм, положивший начало Учемской обители Впоследствии, во время сильного паводка, когда Волга вышла из берегов Храм получил значительные повреждения Тогда преподобному Кассиану на помощь вновь пришел князь углический Андрей С которым преподобного связывала не только личная дружба, но и узы духовного родства Ибо он был восприемником княжеского сына Димитрия Монастырь с храмом были перенесены на другое место неподалеку от прежнего, но более безопасны Новый храм был освящен во имя святого пророка Иоанна Предтечи и стал приходским для близлежащих селений Преподобный Кассиан в течение долгого времени подвязался в основанные им обители И с миром отошел ко Господу преподобный Кассиан в глубокой старости 2 октября 1504 года Цветы и мощи его были погребены в том же монастыре После своей блаженной кончины преподобный Кассиан был прославлен многочисленными чудесами О чем свидетельствуют записи углической летописи В частности, защита им своей обители от польских воинов в 1609-11 годах Чудесным образом была написана икона блаженного Кассиана Некто Иерей Симеон, живописец, дал обещание написать ее, но впал в тяжкую болезнь И до двух лет не мог исполнить своего обета Пришел он, наконец, к игумену Гермогену и спрашивал его, как начертать образ преподобного Игумен дал ему хартию, на которой было написано, как изображать блаженного Кассиана Размышляя о том, чтобы исполнить предпринятое им дело, священник заснул И увидел во сне лик святого старца, начертанный на приготовленной им доске Ему казалось, что и у адра его стоит инок, совершенно подобный этому образу Однако, во время реформы 1764 года монастырь был упразднен После этого храмы монастыря были обращены в приходские В лютую годину безбожных гонений XX века храмы были совсем закрыты И использовались не по назначению В конце 1930-х годов монастырь был взорван После заполнения Рыбинского водохранилища в 1940 году территория монастыря была практически затоплена Осталась узкая коса на мелководье, на которой находятся руины храмов На холме из разбитых кирпичей, который остался от разрушенной Успенской соборной церкви Возле места, где находятся мощи преподобного Кассиана Грека В 1989 году установили поклонный крест А в 1993-м построили памятную часовню Такова печальная правда XX века Преподобни Отче Кассиане, моли Бога о нас Всего вам доброго, дорогие телезрители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова